Здарова, это Шамшурин. И те, кто читал мои книжки, кто знает мою биографию, кто давно смотрит за моим каналом, вы прекрасно знаете, что у меня были раньше проблемы с деньгами и очень много негативных убеждений, тараканов, ограничений в моей голове. Откуда это взялось? Естественно, как и у всех это берется из детства, не без влияния родителей, не без влияния социума, в котором ты находишься, среды твоего там взросления, обитания, окружения и всего прочего, это не значит, что надо всех этих или все это обвинять, винить, особенно родителей. Они это сделали не больно, конечно же, они хотели как лучше, и их родители им передали какие-то вот эти вот убеждения, но так или иначе, когда мне было там 20 с небольшим, я обнаружил, что я просто кладезь из вот этих вот негативных убеждений, установок и всего прочего, что касается денег. Причем в моем случае это было настолько серьезно и глубоко, что даже когда я уже переехал в Москву и я уже вел свои первые индивидуальные тренинги, у меня было ощущение, причем было не только в тренингах, просто в тренингах мне начали платить больше, когда мне даются деньги, как будто бы я, знаете, как будто, ну не знаю, испытываю какой-то стыд, страх их брать, что ли мне неудобно. То есть я не мог это даже логически и мыслями объяснить себе, что это за ощущение. Но ощущение было стрёмное, как будто бы я не заслужил, не имею права, не достоин, я не могу это объяснить и сейчас. И слава богу, что это давно уже проработанное во мне ощущение, но доходило до того, что клиент клал деньги мне, давал мне, я их складывал на стол рядом с собой, мы сидели, общались, потом теория заканчивалась, мы ушли в поля, я эти деньги потихонечку так вот брал, шел в туалет и в туалетной кабинке пересчитывал их, радовался, что ну вот как бы в моменте я испытывал какой-то жесточайший там стыд, дискомфорт, непринятие и прочее. Конечно же это меня парило, особенно когда я понимал, что насколько все далеко зашло. Либо когда мы работали с папой на стройках, я ему помогал, потом я уже работал один и папа всегда сто раз из ста договаривался дешевле, ну у него какие-то свои видимо непроработанные моменты были, сейчас я уже в это конечно же не лезу, дай бог ему здорово, у меня самый лучший папа в мире и он всегда договаривался дешевле, чем это того стоило. И на следующий день он говорил, блин, по ходу дела я опять продешевил, то есть вот это все конечно же не могло не оказать своего влияния на меня. Плюс с детства я слышал огромное количество дерьма просто огромное, серии все богатые жулики, трудом богат не будешь там и так далее, то что ты слишком многого хочешь, то есть там когда я говорил, я хочу квартиру и машину, квартиру и машину это элементарные вещи и мне говорили, ты слишком многого хочешь, то есть опять же никого не обвиняю, но я сейчас хочу объяснить вам, что вот это все дерьмо, как оно могло повлиять на меня, то есть что должно было вырасти в моей голове, когда я уже сформировался, с вот такими вот услышанными вещами по поводу денег. И как это все поменялось только благодаря мне самому себе любимому, то есть я преодолел гигантское расстояние, я преодолел огромную трансформацию, то есть я обращался к огромному количеству специалистов, я менял свое окружение, которое на меня конечно же влияло и воздействовало, я ходил на всякие тренинги, практики, ретриты к психологам, хренологам, читал книги, то есть я сделал огромную трансформацию над собой, но сейчас обстоят дела следующим образом в обществе и сейчас очень много людей слушают и там читают, смотрят, идут ко всяким психологам, психотерапевтам, что-то еще, то есть и вот в этом есть как бы и плюс и минус, плюс то, что люди показывают и демонстрируют, то, что они хотят развиваться, хотят меняться, но здесь есть наверное в большей степени даже минус, потому что раньше, когда всего этого не было, это было недоступно, если у тебя были проблемы с деньгами, тебе просто могли сказать, что ты просто недостаточно ебаешь или не так работаешь, не то делаешь, что ты делаешь неправильно или если у тебя были проблемы с женщинами, можно было сказать, чувак, ты просто боишься, не подходишь, не знакомишься, ты просто ведешь себя как задрот, нужно быть посмелее, то есть раньше все было гораздо проще, а сейчас же у людей из этих психологов появилось огромное количество возможностей для оправдания и для того, чтобы продолжать бездействовать в этом вопросе. Это не ты виноват, это твои родовые программы, это потому что ты интроверт, а не экстраверт, это твои детские травмы, которые сейчас, это мои детские травмы, да, что же теперь нужно несколько лет подряд прорабатывать какие-то детские травмы, еще непонятно с кем вы их прорабатываете, потому что 99 процентов психологов это дерьмо. Да, я лично знаю несколько хороших людей, как бы могу их даже рекомендовать, но не в этом случае, потому что вы должны понять одно, конечно же у того, что у вас сейчас какая-то проблема с деньгами, либо вы не можете выйти на другой уровень, либо пробить этот финансовый потолок, у этого есть ментальная причина, ментальные причины, ваши негативные убеждения, да, какие-то родовые программы, ваши установки, то есть ваши какие-то внутренние ограничения, то есть вот это все дерьмо, которое вас складывали, складывали, складывали. Да, и это все влияет, но вы должны понять одно, что с этими всеми вещами не работают отдельно. Нет такого, что сначала я тут вот это все в себе проработаю, а потом пойду, и у меня вот так с первого раза получится зарабатывать деньги, либо там знакомиться с женщиной. Нет, ключевой нюанс, ключевая фишка в том, что все эти негативные программы в вашей голове прорабатываются с помощью практических действий на практике, то есть параллельно нужно предпринимать правильные действия в физическом мире, а не думать, что только после того, как я себя перепрошью, тогда я начну. Нет, это заблуждение и ошибка. И ошибка и заблуждение в том, что перепрошить себя можно только зарабатывая деньги, если у тебя есть проблема с деньгами, только работая и зарабатывая деньги. Перепрошить себя с женщинами можно только взаимодействуя с женщинами на практике. То есть тебе нужно сталкиваться как можно с большим количеством реальных ситуаций, в данном случае касающихся зарабатывания денег и вообще денег. Не только зарабатывания, потому что если тебе некомфортно прийти в дорогой ресторан или там в автосалон или встретиться с каким-то богатым клиентом, вот это надо в первую очередь прорабатывать. Но вместе с действиями и убеждения твои будут меняться только путем получения многократного положительного подкрепления. То есть другого опыта, что ты думал, что все выглядит вот так, а оказывается все выглядит вот так. И на примере с женщинами, чтобы убедить себя в том, что ты не не нравишься женщинам, что ты востребован и привлекательен для них. То есть тебе нужно с ними общаться, тебе нужно получать положительный опыт, понять, что ты им нравишься. И будет, конечно же, и отрицательный опыт. Но тут есть специальные технологии, которые позволяют сделать акцент на положительном опыте и как можно сильнее игнорировать отрицательный. И что касается денег, здесь, конечно же, отрицательный опыт нужно игнорировать правильно. Психологически мы его игнорируем, потому что не надо на нем зацикливаться и концентрироваться, но мы берем из него какие-то уроки. И с деньгами все происходит точно так же. Нужно просто получить в несколько раз больше денег и на этом сконцентрировать свое внимание. Закрепить это в голове, чтобы мозг создал какую-то нейронную связь, что это возможно, что это вероятно. Причем сделать это несколько раз. И по возможности, хотя не обязательно, сделать это каким-то принципиально другим способом. И я лично в жизни несколько раз упирался в финансовый потолок, и это каждый раз было больно. То есть действительно мне приходилось его просто проламывать своей головой. И сейчас я могу сказать, что я намного спокойнее себя чувствую, потому что если я делал это несколько раз в своей жизни, я сделаю это и сейчас, рано или поздно. Тем более, что у меня есть собственная технология перепрошивки своей головы для того, чтобы встать на другой финансовый уровень. И сейчас как раз я на пути. И самое главное, что относительно себя того 20-летней давности парня, я совершил очень большой рывок, я совершил очень большой трансформацию. И 14 января я хочу поделиться с тобой своим рецептом, как это сделать и тебе, как пробить твой финансовый потолок, как перепрошить твою голову на позитив, на более большие финансовые успехи, на крупные деньги, на успехи в работе и все прочее. Мы вместе с тобой будем работать над твоими ограничениями, над твоими ментальными занозами, которые мы будем вытаскивать. Я буду рассказывать тебе, как я перепрошил свою голову с абсолютно закомплексованного нищего парня в мужчину, который сейчас берет за свои персональные тренинги по несколько десятков тысяч долларов. Итак, я с удовольствием поделюсь с тобой этим 14 января на своем тренинге про деньги. Ссылка здесь с подробностями, обязательно не пропусти все это. И я с радостью поделюсь с тобой опытом своей трансформации. Я уверен, что раз это получилось у меня, значит и у тебя это тоже получится. Это однозначно будет хорошим началом года. Все, ссылки здесь внизу. Увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok